И всем привет, с вами я, Леонид, и мы сегодня продолжаем играть Рим Тотал Вар за Империю Селепкидов, и сейчас будем смотреть, что где я ещё не поставил строиться города, какие-нибудь здания, которые я могу уже строить, и где-то могу уже нанимать воинов или нет. В карте 2 карты гоплит пополченцев нанимаю, в Антиохии пока ничего не делаю, не могу ничего делать, потому что Антиохия в отсаде находится. В Бостри я налоги подниму, но я там ничего не могу делать. А нет, гоплит пополченцев есть, только на нет. В карте я гоплит пополченцев поставил наниматься, но не могу, опять же, ничего делать. Так, нормальные налоги, и... Так, у вас здесь, Египет, вот такая вот армия. У меня, к сожалению, в Антиохии не идеальная армия. У меня в Антиохии 5 страдов гоплит пополченцев, и это маловато. Плохо то, что в карте 2 страды гоплит, а здесь вот такая вот армия. Но, её победить можно. В Великарнасе всё хорошо. Налоги не увеличиваю, ничего не строю, сардак. Я тоже ничего не делаю. Делаю уход. Ну всё. Враг делает атаку. И у него один таран. Это хорошо. Ой. Зачем я в загрузки зашёл? Мне в сохранение надо. Сохраняем на слава 3. И заходим в бой. Шанс на победу 1 к 5. Но, на самом деле, там шанс на победу гораздо больше. Потому что я буду у ворот стоять. 2 отряды гоплитов будет держать всю армию. Так даже не будет успевать заходить в город. Тартумна любит Крепридж. Теренции. Чё-то игра вылетела. Просто сделала, свернулась и всё. Чтобы мы могли потом рассказывать нашим детям легенды о греческой доблести и славе. Итак, пусть вашим кличем в этой битве будет победа! Победа и слава! Ну чё, выставляем воина. Я вот так выстраиваю воина. И вот здесь, вот так. Ну чё, ждём врага. Всё хорошо, молнии ворота. И ждём, когда враг пойдёт в верхний бой на меня и будет нести победа. Большое имя. Вот это плохо, потому что один крыто вверх сделал ее ссорию разомкнул в коль. И генерал, что сейчас туда дошёл, ей раскидывает мой отряд заплетен полченцем. Ваш полководец опозорил своё имя. Он бежал. Блин. Поистине некоторым людям. Ладно. Я тогда переиграю. Ну, это на самом деле чуть-чуть странно, то что врат всё-таки смог меня взять и отрядом генерала побить. У Зипета защита с атакой сколько? Атака 13, защита 16. Угу. В мирное время мы должны обеспечить то, что понадобится нам в военное время. Публисир. Возьмите щиты и... По-моему, приказуй ты ополченцем. Ладно, раз у меня не получилось хорошо удерживать в самом начале вот... Ой. Вот здесь ворота, потому что у меня восточная пехота проходила и строй разрушался, то я тогда сделаю вот так вот. И сейчас вот так буду смотреть, потому что я почему-то этот отряд пошёл вперёд. И это было странно. Обидно то, что в этом городе нет стрелков, потому что бой проходил бы быстрее. Вот то, что враг меня закидывает, что я несу потери. Ну всё. Я 4% потерял, обычную скорость ставлю, и у меня потеря наибойность не идёт пока что, но враг несёт там свои потери. И несёт потери очень хорошо. Он только заходит в город и сразу же несёт потери. Но у меня армия вмешивается. Так уже почти пол армии, ой, одну из 4 армии потерял, и это на самом деле страшно. У меня генерал поднялся по разу, у нас уже 2-4 террел, и у нас уже чуть больше, чем 1-4. Это почти половина армия террел. Хотя, уже это почти вся армия, и вот этого генерал уже перестает. Хотя нет, вас нужно перестроить. Надеюсь, вы успеете. Нет, они не успевают. Хотя, генерал вражеский ушёл, не стал меня догонять и пытаться скрывать. Если бы он не стал это делать, то у меня есть преимущество. Быстрее давайте. Как уже почти половину армии потерял. Баланга подавлялся по рейсу. Всё, в сериалу пол-армии, а 51% 52% 3% 3% 4% 4% Ну, короче, понятно. Всё, почти генерал уйдёт, это не очень хорошо. Хотя нет, опять развернулся и ушёл. Вот вас тоже нужно взяться и перестроить, но да, как вот эти вот перестроены, как-то не очень сильнее охота перестроить. В принципе, можно взять и вывести один этап, вот там построить, и ждать там генерала бражеского. Вот сюда вас вывести и здесь вас построить. И пока бражеский генерал будет убежать, то я уже один этап буду построить и, скорее всего, ещё один этап будет забежать. Так, пока что не всё потеряло после одного моего отряда. Угу. Так, отправил своих конных лучников и восточному пехоту. Один почти полный отряд. Конные лучники, конечно, потерпели поражение от моей фаланги, а вот эти ещё восточные кокотинцы нет, из 69 воинов. Я вас уже строю в фалангу. Вы ждёте, а вы готовитесь бежать. И бежать очень быстро. Всё, бегите. Потому что вы должны успеть убежать, чтобы вражеский генерал в этом не успел поймать. И я не поднюс из-за этого большие потери. Хотя убежать красиво у вас не получится. Вы хотя бы должны взять и задержать в франкозе вражеского генерала. Стены больше не принадлежат нам. Враги захватили их. Пора. И где фаланга? Мне вот интересно, где фаланга? Фаланга, я же снял. Фаланга Стоять! Фаранга Вопия поставили уже. А сами получили в потенции. А она... Я не играл почти не из чего. Всё, а с избрами отец прибежал. С первым вступил. И он пришел, вверху, вверху а спишь. Бутылщик должен быть успеть, взять и площадки найти. Блин, идея. Успеется или нет, я не знаю. Холодники успевают. Потому что они уже вот их. Блин, плохо то, что у нас точная пехота у них вернулась. Это ужасно просто. Сюда отправил свои три каплиты ополченцев. Все, останавливаю вас. Бивайте. Бивайте генералу Росков. Вот эти каплиты ополченцев что-то долго шли. Бежали. И вот в танк. Ваш доблестный полководец погиб. Его войска лишились мужества. Встреча с поражением. Ах, лучше бы он остался жив. Хотя победа вполне возможна была. Но, к большому сожалению, не получилась. Если бы тех был генералом, то, возможно, победа была бы. Наши враги победили. Несмотря на все наши усилия. Я вот сейчас подумал, можно, в принципе, взять и как сделать. Подставить около площади. И нуждать врага в площади. И когда брат будет подходить к площади, его убивать там. Он так будет свою восточную пехоту с кавалерией отправлять. И она будет ударяться об Коля. Коля, ой, Коля, а Коля, а Коля, а Коля, и не будут проходить. Что у них маловероятно, что будет получаться. Но с генералом проблема. Ну и там еще кавалерия. Ну, в принципе, попробовать можно. Пока они боятся нас, пусть ненавидят сколько хотят. Каллигула. Я вот хочу вот здесь вот посадить вас. Эти кольни. И хотя можно и там ближе, но нет. Потому что у врага будет быстрее тогда армия, во-первых, заходить. И в бой сам уходить. И у врага больше шансов будет на то, чтобы выиграть. Потому что они просто численностью у восточной пехоты будут меня продавливать. Надеюсь, лучники не будут доставать пока что. Пиздаться, скорее всего, будут. Лучники не знаю. Хотя они тоже, скорее всего, будут. Два отряда. Тут до плитов четыре сразу копья. Раз, два, три и четыре. Четыре копья до первого коплита. И я заходил. Все, враг сейчас заходить будет. И в первое отправил. Стены больше не принадлежат нам. Конец. Враги захватили их. Они могут нас просто из-за численности отбивать. Не, все. Да, чуть-чуть. Я не знаю, что сейчас будет. Получается, какая-то каплика. По идее, да. Но пока что уже. Сейчас они проходят. Но потом каплика. Каплика, ополчевцы! Каплика, ополчевцы! Опа! Так, отправил своего генерала. Ну все, понятно. Понятное сражение. Просто, да, да, да. Стихи, наверное, надо участвовать. И у меня вот в левой планке паланки нет. Но радует все. И я радуюсь, потому что я виноватся в августе, в котором один человек ссался. Этот бой даже хуже оказался, к сожалению. Ну, ладно. Ну, я все равно себя когда-нибудь верну в этот город. Поэтому это вопрос времени. Гоплеты здесь не нанимаются. Ну, ладно. В Антиоке вылазку будут делать, потому что гипет меня этот замучил. Плохо, то что 54 колесницы это многовато. Ну, ладно. Три отряда на колесницы и два отряда на всадников. Два отряда еще стрелков на два отряда кавалеристов. Я надеюсь, стрелков теряя не очень много. ополченцев скорее всего не очень много потеряю. А бельтасов самих я вот это не знаю. Я их надеюсь то, что мало потеряю. по моему приказу кавалерия. 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 Мне это радует. Ставлю обычную скорость. Почему ставлю обычную скорость? Потому что вот эти три отряда, они сейчас будут... Они не будут ходить. Пельтасты сейчас подбегут ближе. Будут готовиться... Зашли готовиться, а будут густенную концу закидывать. А теперь вот эти отряды будут ходить чуть ближе. А вот эти отряды тоже ближе будут ходить, но... Они будут сейчас заходить по плану. Зважинские отряды. А вот эти три отряда, они будут именно в лопате. У меня сейчас именно так будет тибой. Каплиты, ополченцы. Вас вот так вот ставлю. Вас вот так вот. Ну все, я начал закидывать врага. И враг начал нести по теле. Каплиты, ополченцы. Вас три отправляют сюда. А эти путь готовятся... Все останавливают, а вы идите сюда. Опаньки. А тут каплиты убегают, это плохо. От машинской кавалерии. Но врага убегает на колеснице. Что для меня хорошо. Все, все осталось убежать. Но, к сожалению, не успею. Я врагу бил 38%, но мне враг 4% воинов. Враги сокрушены. Вы одержали полную победу. Враги сокрушены. 62 на 21. Войны, ужасные войны. Виргелий. Я вот недавно начал думать, что у меня сейчас на канале выходит, чаще всего, по одному видео в день. Бывают такие случаи, что у меня вообще не выходит видео. И думаю, что у меня выходит что сейчас? Это Ром, Тотал Вар, Барбарин, Инвазион и Эволюция. Но уже нужно, кроме тем более Эволюция, она выходит по меньше 10 минут. И я вот подумал, что нужно уже брать и снимать какую-нибудь игру. Потому что 10 минут, меньше 10 минут, это как-то не очень. Так, Сузы, у вас все хорошо здесь. Тебя отправляю сюда. Селевки. Белесини с косами. Вы, в принципе, неплохие, но из-за вашей идеальной обороны не получится защиты вашей. Вас не получится нормально использовать. Отсюда я почти всю армию отправляю в Селевкию. Приказы? Парш! Пады и кончились, господин. Так, получается... 5... 7... Нет. 7... 17... Тебе 17. Угу. 17 отрядов. Блин, маловато. Но хотя здесь три, и вот здесь три, но маловато их. Куда отправлю, я посмотрел, то, к сожалению, нанять не могу этих, как же вы называетесь, слоны. Я слонов нанять, к сожалению, в большом не могу. И это обидно. Мас наёмники, наёмники с пельтатами ввожу, но выводить буду на следующем году. И... Всё делают вот. Генерал, который у меня 17-летний, он пойдёт сражаться. 5-8, 17. Иродивый. Текущий по... Подоборотку. Плюни. Зрячие отвратительно. Но... Добавно, если, конечно, это не ваш родственник. Минус два влияния, минус один отличная защита, понижает шанс на раскрытие и посвящение покушений. Жестокий, благочестливый, плохой фермер, не знающий сахар. Чиновник, отличный полководец. Опытный чиновник, сообразительный, плохой торговец. Я... Там наёмников. Командира. Эээ... Другом, который... Поженил. Эээ... Эээ... Ему отдам. Потому что он будет получше. Сообщение. В Далькарнасе. В Далькарнасе. В Далькарнасе. В Казарме построилось. И я здесь теперь обучаю перегоплитов. Эээ... Грузы. Светилище построилось. Ну, я тут всё равно жду. Прикази. Эээ... Эээ... Селев... Селевки уже готово. И я сейчас вывожу... Вот эту вот армию. А здесь прообучение делаю. И прообучаю генерал, эээ... Зевки... Зевкиса. Эээ... И его... Деукрянители. Эээ... А я самая богатая фракция. Город тратёт. Селевки. Ставлю дворец наместника. Эээ... Вас сюда отправляю. Селевки. Ээ... И здесь я делаю уже и прообучение. Эээ... Сузак. В принципе, всё. Эээ... Эээ... Здесь нужно будет ещё каплетов поставить на немаше. Но это потом. Эээ... В... В... В Понт. А это не очень хорошо. И Египет, как я посмотрю, счёт на меня идёт. Это не очень хорошо. Байвассадия! Наши корабли атакованы. Четырых пяти. Безговорочная победа. Мы победили! Оппинки. Около Тарца. Понтийская армия большая. Это не очень хорошо. И кто там у нас? Мне это интересно. Мы в осаде! Да. Эээ... Сюда отправляю. И... Здесь... Катафраки. Блин. Это плохо. Они сильные. Потому что... Ты вообще лень в осаде. Итоги. Минус небольшой. Там богатая фракция. Это дом Брутов. В Галикарнасе дороги построились. Наймы с преобучением закончился. Будет переграждён тайному агенту. Понятно всё. Антиохия. Тебе нужно рекрутов быстрее нанимать. И кузницу делать. Быстрее. С высоких на очень высокие налоги поднимаю. В Тарсе гарнизон в принципе неплохой. Но у врага и армия неплохая здесь. И здесь тоже она будет неплохая. Хотя у меня гарнизон куда лучше. Там три отряда восточной пехоты будет скорее всего. Точно два отряда восточной пехоты есть. Третий отряд я не знаю кто это. Катафраки? А нет. Думал катафраки там будут. Да страдают. Здесь сделаю переобучение вот этих воинов. Кого уже переобучили. И у них хорошее вооружение. Да страдают. Не лучше стали. Сюда вывожу. Тебе уже восемнадцать. Да, восемнадцать. Ты идёшь в армию вот эту. И уже наёмники здесь есть. Нам сколько ванерин нанимают. Я даже вот как делаю. Восточных наёмников. Да страдают. С арабской кавалерией заведу все левки. Да страдают. Хотя полностью наёмников заведу сюда. Да страдают. Посмотрю. Могу переобучить их или нет. Если могу их переобучить, то это кражет. Если нет, то плохо. Да страдают. Лучше бедуины и наёмные пельтасы возвращаю в армию. Их переобучить не могу. А два отряда других смог переобучить. Это хорошо. Ну всё. В принципе, буду заканчивать это видео. С вами был я, Леонид. Всем удачи. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр.